Дорогие друзья, уважаемые коллеги, очень рад вас всех здесь видеть, все знакомые и дружеские лица. Большинство здесь сидящих являются действующими членами Росомеда, и многие, наверное, присутствуют в телеграм-канале, который называется «Росомед.Чат». И вот недавно в Росомед.Чате, буквально неделю назад, была дискуссия о том, что для кого Росомед, и многие, и это было очень приятно, написали, что конференция Росомед, съезд Росомед, это праздник ежегодный, которого многие ждут. Но это понятно, потому что здесь собираются друзья, здесь собираются единомышленники. Дорогие друзья, что я хочу сказать, праздник начинается. Я узнала, что у меня есть огромная семья. Она зовет Росомед. Нам уже 12 лет. И в СИМ-центрах каждый год пополнение растет. Возь года, писем девиз. Виску нет, учись, стремись. Докторов аккредитуем, не халтурим и сачкуем. Практикуем день за днем. Опыт свой передаем. Мы играем в высшей лиге. Издаем журнал и книги. СИМ-науку развиваем. И мы студентов обучаем. Мастер-класс, Олимпиады. Мы всегда устроить радуем. Ты профессор, тьютер, ментор. Очень любишь свой СИМ-центр. Главный врач или ночмед. Всех охватит Росомед. И на верный путь настанет. Симулировать заставит. Всех в экспертов превратить. Сей процесс неотвратил. Вот семьи один СОМед. Все вступаем в Росомед. Вместе мы одна семья. Слово ли выстав тысяч я? Росомед. Ну что, я хочу официально открыть нашу конференцию. И первое слово, естественно, предоставляется нашему бессменному президенту, академику Валерию Алексеевичу Кубышкину. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, действительно очень приятно очередной раз видеть людей, которые очень много сил, энергии отдают на внедрение новых технологий в медицинское образование. А действительно, 12 лет назад было много скептиков. Мы сейчас вот говорили по части, что такое симуляционное, зачем симуляционное. А ведь, в общем, симуляционное обучение у каждого из нас проходит с детства, с песочницы. И так оно нарастает по сложности, но симуляционные технологии, они в нашей жизни неизбежны. В медицине это имеет особый оттенок, особый характер, особое значение, потому что, конечно, чего греха таить, мы очень многому учились и, может быть, не всегда удачно учились на пациентах. Это, конечно, время закрывает такой путь обучения, и совершенно справедливо. И те технологии, которые сейчас перед нами, которые вы используете каждодневно, они, в общем-то, они действительно просто космические, потому что они компьютеризированы, потому что они механизированы и так далее. Поэтому хочется сказать огромное спасибо всем участникам очередного съезда, всем энтузиастам этого великого дела, без которого, в общем, сейчас уже образование медицинское просто немыслимо. И мы уже поняли роль, значение, важность вот именно симуляционных технологий в обучении не только студентов, но в обучении и совершенствовании искусства профессионалов, казалось бы. Дело все в том, что, конечно, симуляционные технологии, они позволяют решать те вопросы, которые в практике могут встречаться достаточно редко. И мы, даже опытные специалисты, теряются, реально теряются. И нуждаются в помощи. И вот здесь, конечно, на повестку дня становятся технологии искусственного интеллекта. Конечно, у нас сейчас у всех есть некоторая настороженность к этому, потому что действительно технологии искусственного интеллекта, они обоюдоостры. Они могут быть направлены во благо, но могут иметь целый ряд негативных эффектов. Но это не относится к медицине, мне кажется, ни в коей мере. Но в быстром принятии решений, в критических состояниях, в коморбидных состояниях и так далее, это, в общем-то, искусство, которое формируется десятилетиями, и его лучше формировать на симуляторах, опять же. Но дело еще в том, что для создания искусственного интеллекта, чтобы был эффект от этого, ощутимый, видимый эффект, конечно, нужна огромная база данных, бигдейта, вот это вот. Это то, что уже происходит в отдельных сферах. И это показывает, что искусственный интеллект дает решения абсолютно близкие к решению экспертного сообщества. Очень много уже работ по искусственному интеллекту в медицине, и сомнения в необходимости, в полезности и в перспективности этих технологий в создании искусственного интеллекта просто вполне очевидны. Ну, об этом, в общем-то, будет много речей, много выступлений. Я хочу всем просто пожелать, участникам этого съезда, пожелать всем, ну, прежде всего, здоровья самим, и неугасающего вот этого энтузиазма в продвижении наших с вами технологий, в жизнь, не только в студенческую, но и в врачебную. Будьте все успешны, будьте все здоровы и хорошего, плодотворного участия в этом съезде. Спасибо. Спасибо большое, Валерий Алексеевич. И вот даже в первом приветственном слове было много посвящено искусственному интеллекту. Сразу небольшой анонс, что следующее, второе у нас пленарное заседание также будет посвящено искусственному интеллекту. Все приглашаются также в этот зал. Думаю, что много интересного узнаете. Сегодня среда, и среда сыграла с нами. Это первая среда, когда мы проводим, как вы знаете, конференцию. Обычно первые пленарные, первый день у нас по четвергам все прошлые годы были. Видимо, среда очень загруженный в высших кругах день. Татьяна Владимировна извинилась, не смогла прийти, поскольку сегодня заседание правительства, но прислала приветственное письмо делегатам съезда, всем участникам. Разрешите, я его зачитаю. Уважаемые коллеги, позвольте от лица Минздрава России приветствовать вас на 13-м съезде Росомет-2024 и Международной конференции «Симуляционное обучение в медицине. Опыт, развитие и инновации». Обучение медицинским специальностям имеет свои особенности, одной из которых является практикоориентированность, подготовки. Не менее половины всего времени обучения по программам специалиста и до 80% по программам ординатуры это практические занятия, практики, стажировки, которым для обеспечения безопасности наших пациентов предшествует симуляционное обучение, что позволяет обучающимся приобретать компетенции с нарастанием степени сложности от индивидуальных элементарных до высокотехнологичных навыков и умений, тренировать групповую слаженность оказания помощи при динамических клинических сценариях. В 2016 году, когда мы только запускали процедуру аккредитации и внедряли в процесс обучения симуляционное оборудование, часто сталкивались с критикой о том, что симуляторы не могут заменить живых людей, и то, что симуляционное обучение не является полноценным. Прошло почти 10 лет, и современное симуляционное оборудование, особенно высокого уровня реалистичности, позволяет сымитировать большинство клинических ситуаций, с которыми сталкиваются не только молодые, но и даже опытные специалисты. Ключевую роль в развитии симуляционного обучения сыграл реализуемый федеральный проект «Медицинские кадры России». Именно благодаря ему мы смогли оснастить и создать методические и мультипрофильные аккредитационно-симуляционные центры, что позволило полноценно запустить процедуру аккредитации по всем медицинским и фармацевтическим специальностям. В настоящее время развитие технологий позволяет нам реализовывать новые возможности, полное погружение специалистов в виртуальную реальность. На данный момент мы начали использовать VR-технологии в проведении объективного структурированного клинического экзамена по отдельным специальностям. Дорогие друзья, Росомет-2024 – уникальная инновационная площадка, на которой встречаются уже испытанные годами образовательные методики и будущее медицинского обучения. Желаю каждому участнику провести время с пользой, подчеркнуть для себя новые знания, навыки и компетенции, расширить круг знакомств, продуктивные работы, удачи и только крепкого здоровья. Заместитель министра Татьяна Владимировна Семенова. И я хочу передать микрофон для приветственного слова от наших друзей из Белоруссии, которые создали партнерское общество, Белорусское общество симуляционного обучения в медицине. И слово предоставляется Слободину Юрию Валерьевичу, председателю общественного объединения Белорусское общество симуляционного обучения в медицине Республика Беларусь, Минск. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Очень приятно и почетно быть сегодня на вашем празднике. Это великий праздник, конечно, для такого общества. И вы сегодня, празднувая свои 12 лет, вспоминаете, как это все начиналось. Я вам расскажу, как это все начиналось, но только второй год. Это все сложно, это идет много организационных вопросов. И наше общество тоже организовалось не сразу, не в один день. Оно тоже создавалось благодаря чему-то и вопреки чего-то. И разрешите сейчас вначале представить видеоролик или такой видеофильм небольшой, который мы создали об организации нашего общественного объединения. Хочу сразу сказать, что его никто еще не видел ни в Белоруссии, ни в России. Вы первые, кто его увидите сегодня. Это вот наша премьера данного видеоролика. Если можно, пожалуйста, запустите его. Все когда-то с чего-то начинается. Рождается на наших глазах. Иногда в прямом смысле из того, что оказалось под рукой. Начали понимать, что надо как-то учиться. А тогда таких симуляторов, как сегодня, их не было. Это были обычные картонные коробки, в которых делались отверстия. Ставилась такая придуманная камера. Но жизнь не стоит на месте. Она становится все более технологичной. Настоящим эволюционным скачком в сфере медицинского образования стало внедрение в Белоруссии симуляционного обучения. Мы живем в эпоху стремительных инноваций. И симуляционное обучение играет ключевую роль в обеспечении безопасности пациентов и улучшение качества медицинских услуг. Это тот кирпичик, который очень гармонично встроен в комплекс образовательных инструментов. Только симуляционное образование позволяет будущим и молодым специалистам отрабатывать жизненно важные навыки без риска для пациента. Учиться на пациентах, ну, скажем, сегодня – это уже такой моветон. В критической ситуации нельзя медлить ни секунды. Тренажеры позволяют отработать алгоритмы оказания первой помощи и довести их едва ли не до автоматизма. Во время операции той же лапароскопической мы должны думать, как мы делаем операцию, не как мы управляем инструментами. А то, как мы управляем инструментами, мы должны научиться на симуляторах. Сегодня нет ни одного направления медицины, в котором не применялись бы симуляционные методики. Мы стали изучать опыт наших коллег. Взоры обратились в Российскую Федерацию, потому что там уже гремело общественное объединение Росомет. И, конечно, для нас это была абсолютно правильная и наиболее короткая тропинка для того, чтобы попросить помощи, обучиться. Это та зародившаяся дружба, те отношения, они сегодня на самом деле дают свои очень мощные плоды. Возможностью получить бесценный клинический опыт в виртуальной среде пользуются и опытные врачи, причем самых разных специальностей. Многие прошли обучение на базе ведущих симуляционных центров Российской Федерации и получили дипломы, позволяющие им преподавать в симуляционных центрах. Быть первопроходцем всегда непросто. Республиканский клинический медицинский центр смог объединить единомышленников и профессионалов. Мы понимали, что надо как-то вынести стандартизированный подход для всей страны, чтобы у всех была одинаковая оценка навыков, чтобы у всех были одинаковые подходы к обучению. Беларусь стала второй страной на постсоветском пространстве, создавшей свое общество симуляционного обучения в медицине. Да, мы вторые на постсоветском пространстве, после Российской Федерации, которая имеет такое общество симуляционного обучения. И благодаря им мы понимали, что это, для чего это надо и как это организовывать. И мы можем говорить не только о сотрудничестве между российским и белорусским обществом, но и о нашей настоящей дружбе. Нас с вами объединяет общая цель – подготовка медицинских специалистов качественно выполнять свои обязанности. Частичку этих знаний и опыта, наработанного годами, мы передаем тем, кто, может быть, никогда не свяжет жизнь с медициной. Но именно эти навыки однажды могут оказаться самыми ценными. Начали подобный флешмоб в Российской Федерации, но даже не предполагали, что это можно сделать так красиво и так глобально. Более 20 тысяч школьников по всей стране знают, как оказать помощь и подарить шанс на вторую жизнь тем, у кого внезапно остановилось сердце. Я хотел бы выразить огромную благодарность всем членам Росомет и БАСОМ за их преданность делу и вклад в общее симуляционное обучение. Давайте продолжать наше плодотворное сотрудничество, открывать новые горизонты и строить новую безопасную медицину. А значит, мы будем двигаться дальше, в постижении искусства имитировать реальность. Спасибо всем большое. Я хочу очередной раз сказать огромное спасибо Росомету за ту огромную-огромную методическую помощь и эту дружбу, благодаря которой в нашей стране появилось такое же симуляционное общество. Мы с вами живем в достаточно сложное время, и все наши поколения, они решали важные задачи своего времени, своего поколения, и на наше поколение тоже выпала достаточно сложная задача. Сегодня есть масса-масса проблем в мире, которые мы должны решать. Но, как сказал президент нашей страны, время выбрало нас. Поэтому мы должны быть вместе, и только вместе мы сможем создать условия для хорошего, высокого профессионального развития специалистов в нашей отрасли, в нашем здравоохранении и максимально качественно помочь нашему населению. Росомету хочу пожелать дальнейшего процветания, много-много раз еще праздновать такие праздники. А всем членам Росомет крепкого здоровья и мира. Спасибо. Спасибо. От меня тоже скрывали этот ролик. Спасибо большое. На самом деле, получился прекрасный, на мой взгляд. Я думаю, на ваш тоже. Правда, там полролика меня показывают. Вашу маму и там, и тут показывают. Но я считаю, замечательный ролик. Спасибо. И я хочу предоставить слово еще одному нашему большому другу, представителю общества, между прочим, коллективным членом Росомет, является коллективным членом Общества врачей России, глобального нашего российского общества, которое объединяет, насколько я помню, более 300 тысяч врачей. И Общество врачей России является соорганизатором нашей конференции. Так что я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену Эрика Наримановича Праздникова, исполнительного вице-президента Общества врачей России. Спасибо большое, Александр Львович. Уважаемые друзья, коллеги, я имею честь сегодня от имени Общества врачей России поприветствовать вас здесь и поздравить с знаменательным событием, очередным 13-м съездом и прекрасной конференцией Росомеда. Хотел бы сказать о том, что Общество врачей России весьма гордо тем, что Росомед является коллективным членом нашей организации. Это очень достойный член. На несколько месяцев назад Александр Львович выступал с информацией о деятельности Общества и перспективах развития. И Общество врачей России в лице своего президиума выразило полную поддержку и чрезвычайно высокую оценку результатов развития. Росомед стал достойной, мощной организации и, по сути дела, был единственным лидером в стране в области симуляционного обучения. И мне кажется, это большая победа и большой результат большого трудного пути развития, который прошло общество. Важно сказать о том, что Росомед смог объединить всех энтузиастов симуляционного обучения в стране и объединить их идеей внедрения симуляционного обучения в практик ориентированную подготовку будущих врачей и других категорий медицинских работников. И мне кажется, это сегодня получилось. Чем я вас сегодня и поздравляю. Уважаемые коллеги, а можно мне слайд включить, если это возможно? Я имею честь по поручению президента общества врачей России Янушевича Олега Олеговича, академика Российской Академии Наук, огласить решение общества о том, что медалью Ивана Петровича Павлова награжден Колыш Александр Львович за вклад в медицинскую науку. И следующий слайд. А также Горшков Максим Дмитриевич. Эти две награды Давайте поздравим наших коллег. Я хотел бы сказать, что эти награды по их статусу вручаются на мероприятиях Общества врачей России. Поэтому я сегодня их вручить вам не могу. И вручаются всегда президентом общества, в данном случае академикам Янушевичам Олега Олеговича и на ближайшем мероприятии Общества врачей России мы эти награды вручим. Но я полагаю, что эта награда всему обществу и всем вам, которые своим трудом вносят вклад в укрепление позиции Росомеда на российском пространстве в нашей великой и могучей стране. Я вас от всей души поздравляю со знаменательным событием, съездом и прекрасной конференцией. И хочу пожелать больших-больших успехов. Спасибо огромное. Очень приятно. Немножко неожиданно. Но, безусловно, очень приятно. И я себе предоставлю слово, пользуюсь служебным положением. У нас сегодня не только конференция и не просто съезд, а съезд отчетно-перевыборный, поскольку по уставу мы его проводим раз в четыре года. И поэтому я хочу кратенько отчитаться за прошедшие четыре года. Каждый год я рассказываю про прошедший год, а сейчас немножко суммирую, что у нас произошло за последние четыре года. Включите, пожалуйста, мою презентацию. Ну, наше общество продолжало, естественно, все четыре года вести и методическую, и научную, и организационную работу. На сегодняшний день у нас 48 регионов представлены в нашем обществе, 48 региональных ячеек. И членами общества Росомет являются не только, соответственно, граждане России, но и граждане других стран. Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан. Нет? Долго переключается? Но переключается. Да, получается. Значит, мы продолжаем, как вы знаете, аккредитовывать симуляционные центры за прошедшие четыре года. То есть, к тому, что уже было аккредитовано, за последние четыре года было аккредитовано еще первично аккредитовано восемь центров, из них пять на третий высший уровень, три центра на второй уровень. Реаккредитовано 17 центров, тоже пять на третий и три из них на второй уровень. В процессе сейчас находятся семь центров И также вы знаете, что мы аттестуем симуляционные центры колледжей, и вот аттестовано за два года, к сожалению, не так много, колледжи менее активные, два центра аттестовано, четыре реаттестовано, и сейчас один центр в процессе аттестации находится. Продолжение следует. Кто не получил, можете подойти. Это рабочая программа, практическая подготовка по анестезиологии, реанитологии с применением симуляционных технологий. Ей занимался в основном Александр Александрович Андреенко, за что ему огромное спасибо. И сейчас, чуть позже, на пленарном заседании он расскажет про эту программу. Вот эта книжка, я хочу всем показать. Так что, кому интересно, я думаю, интересно должно быть всем, можете ее получить в зоне рецепции. Вот она также, книги представлены на слайде. По-прежнему четыре раза в год у нас создается журнал. В этом году уже было три номера. Третий номер вы также можете получить сейчас на этой конференции. И хочу сообщить, собственно, вы это знаете, что все издания размещены, проиндексированы на площадке научной библиотеки и Лайберре. И также в ней размещены все номера нашего журнала, начиная с 2009 года. Так что, можно вспомнить и нашу историю, ну и, может быть, подчеркнуть что-то новое, что хорошо забытое и старое. Мы продолжаем обучение и сертификацию по программе СМСО, специалистов медицинского симуляционного обучения. И на сегодняшний день в России, а также специалистов из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, успешно прошло полторы тысячи человек прошли это обучение и успешно сдали тестирование. Также мы продолжаем курс «Эксперт медицинского симуляционного обучения», который, естественно, возможен только после прохождения курса СМСО. Я про него уже неоднократно рассказывал. Хочу сказать, что другого такого курса, естественно, в России не существует. Его ведут эксперты нашего общества. И первый курс стартовал в ноябре 2022 года. Дальше был в 2023-м. На сегодняшний день 47 человек успешно прошли этот курс. И на сайте Росомет создан реестр лиц, получивших данный сертификат, как эксперт медицинского симуляционного обучения. Небольшой анонс. С 16 ноября 2024 года по 21 марта 2025 года будет проводиться очередной курс МСО. Так что, если кто-то еще хочет, или ваши сотрудники, ваши коллеги хотят записаться, пожалуйста, записывайтесь. Мы продолжаем учебно-методическую деятельность. Очень активно у нас действует канал YouTube. Он, конечно, сейчас немножко тормозится. Но, тем не менее, там более 9 тысяч подписчиков, которые часто заходят в YouTube и смотрят. Там на сегодняшний день не только обучающие ролики по разным специальностям, но и те ролики, которые помогут пройти ОСКО, записи различных мастер-классов, круглых столов и так далее. Росомет активно принимает участие в различных международных мероприятиях. С октября 2020 года при поддержке Росомет было организовано 8 международных научно-практических конференций, 5 международных мастер-классов и 1 международный тренинг. И все мероприятия проводились в очном формате. Эксперты нашего общества на них присутствовали, проводили различные мастер-классы, читали лекции и так далее. Также Росомет, ну это я говорил про бывшие страны СНГ, в смысле про страны СНГ, про страны постсоветского пространства, но также наши эксперты и наши члены активно участвуют в различных западных мероприятиях. И каждый год мы участвуем в АМСХ, который проходит в Соединенных Штатах, в конференции СИЗАМ, который европейское общество, которое проходило в Испании, Праге, Португалии. Также во франкоформом симуляционном обществе. В общем, активно и участвуем, и выступаем, и поддерживаем имидж российского симуляционного общества. В прошлом году на заседании АМСХ мы, то есть ваш покорный слуга и президент ССХ Хару Акуда подписали очередное соглашение о том, что мы являемся ассоциируемыми членами международного симуляционного сообщества. Как уже было сказано, с Белоруссией у нас очень тесные связи. И Белоруссии, правда, большие молодцы и первые, которые на постсоветском пространстве после России организовали свое общество. И, как уже было сказано, но я не могу этого не отметить, вслед за нами они сделали проект «Запусти сердце», но пошли еще дальше. Об этом тоже еще будет сказано завтра, рассказано на заключительном пленарном заседании. За 4 месяца они обучили 20 тысяч школьников, если я правильно помню, 10-ти классников, по-моему, 10-ти классов, 20 тысяч по всей республике они обучили первой помощи. Я считаю, просто это колоссальный труд всех работников нашей симуляционной индустрии, которые по субботам в свое свободное время ездили по различным школам и всех их обучали. Спасибо и низкий поклон прямо белорусскому обществу, что они это организовали. Спасибо за аплодисменты. Это и правда большое очень дело. Росомет продолжает поддерживать различные мероприятия, которые проходят у нас в стране. Вот как вы видите на слайде, за прошедшие 4 года более 50 конференций образовательных форумов, 17 олимпиад, соревнований между коллективами лечебных учреждений, круглые столы, мастер-классы и так далее. Много мероприятий, и я по-прежнему всех призываю, всем говорю, что вы можете обращаться всегда ко мне, к руководству Росомеда за поддержкой в различных ваших начинаниях. Мы всегда поможем и организационно, и сами поучаствуем, и экспертным сообществом и так далее. Обращайтесь всегда с огромным удовольствием, поддержим. Хочу небольшой анонс, но поскольку до конца года еще у нас есть время, небольшой анонс мероприятий, которые будут еще в этом году. Ко всемирному днюю анестезиолог будет проводиться городской конкурс профессионального мастерства «Лучшая бригада службы анестезиологии и реанимации Санкт-Петербурга». 10-11 октября конференция «Симуляционные цифровые технологии в медицинском образовании» в городе Ярославле. 18-19 октября научно-практическая конференция «Интенсивная терапия» на этапах оказания перинатальной помощи современной симуляционной технологии на страх здоровья матери и ребенка в Архангельске. 8 ноября международная научно-практическая конференция «Симуляционное обучение в медицине проблемы и решения перспективы» в Индижане, Узбекистан. И 7 декабря третья олимпиада панионтологии в городе Хабаровск. Это те мероприятия, которые, опять же, Росомет поддерживает, является организатором и помогает в организации этих мероприятий. Мы продолжаем конкурс отечественных разработок. За 4 года подана была 31 заявка, из них 27 отобраны. И каждый год вы можете видеть несколько участников, которые присутствуют на конференции. Сейчас, насколько я помню, у нас 6 претендентов было отобрано. Все они сейчас могут рассказать о своих разработках. 5 проектов, ну, не так много, но тем не менее, лучшие были уже в реализации в коммерческом производстве. И некоторые из вас могут их видеть уже у себя в симуляционных центрах. Это те, которые, те студенческие или университетские работы, которые были представлены здесь на инновациях за прошлые годы. С прошлого года, как вы все помните, у нас мы решили в Росомеде выделять гранты на разработки для научно-исследовательских институтов, для университетов на различные тоже симуляционные разработки. В прошлом году было выделено 4 гранта размером по 21 проект, который был подан. Из них было выбрано 4, и этим 4 были выданы гранты по 500 тысяч рублей на симуляционные разработки. Соответственно, на последнем завтра пленарном заседании они представят свои работы. Так что, пожалуйста, тоже послушайте. Я думаю, что это будет интересно, то, что они сделали. И мы хотим сделать это традицией, так что в этом году точно так же будет объявлен конкурс до конца года, будет объявлен конкурс на получение грантов. Если у вас есть какие-то собственные разработки, пожалуйста, предоставляйте их, будем отбирать специальные комиссии и предоставлять гранты. Ну и проект «Запусти сердце», который также проходит под гидой Росомеда. 16 октября 1922 года с легкой руки Зульфия Абдуллана, он был запущен в Санкт-Петербурге. С тех пор он уже во многих городах России прошел в разных. Также, если у кого есть интерес провести в своем городе, в своих учреждениях, для школьников, для взрослых, также обращайтесь, мы всегда поможем с проведением данного мероприятия. И в 2023 году правлением была вынесена резолюция о том, что все последующие обучающие флешмобы будут посвящены памяти Виктора Веревкина, который принял непосредственное участие в создании концепции организации первого флешмоба. Так мы и будем продолжать. Кто хочет, обращайтесь, будем вместе работать. На этом мой отчетный доклад за прошедшие четыре года закончен. И я хочу передать слово Максиму Ильичу Горшкову, который немножко расскажет о планах на будущий, не знаю, год, четыре, десятилетку, как получится. Спасибо за возможность выступить. Очень рад вас видеть. Не совсем хорошо могу различить отдельные лица, но очень теплая и дружественная атмосфера в зале. Я подумал, что занимать долгое место на этой трибуне и рассказывать о планах как-то не очень комильфо. Выполним тогда и выполним. Но, с другой стороны, если мы не будем их озвучивать, то и притворять их жизнь будет сложно. На сайте Росомет опубликован проект резолюции. В этом проекте целый большой список задач, планов наших стремлений и конкретных действий, которые мы хотим реализовать в следующем году. Поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, отсканируйте этот QR-код, почитайте этот документ и, пожалуйста, присылайте ваши комментарии и дополнения. Мы обязательно постараемся рассмотреть, внести конструктивные изменения в резолюцию нашего съезда. Поэтому я попробую очень коротко сказать о том, что огромное спасибо еще раз Александру Александровичу. Он подробно об этом расскажет. Издан практический документ, который можно, по сути, просто брать в руки и внедрять в практику. Анестезиологи и реаниматологи всегда были традиционно самыми передовыми пользователями, создателями симуляционных методик, симуляционных технологий. И поэтому неудивительно, что именно они стали первыми, создав этот документ. Мы очень надеемся на то, что почти 100 медицинских специальностей и специалисты других медицинских специальностей смогут взять себе это за образец. И мы постараемся разработать по основным медицинским специальностям в ближайшее время тоже какие-то подобные исходные документы. Это позволит дать клиническим кафедрам, на которых проходит обучение ординаторы, конкретный инструмент и внедрить широко симуляционные технологии в подготовку ординаторов. Я хотел сказать, что в этом году был организован пилотный проект. В виртуальной среде учащиеся медицинских колледжей осваивали практические навыки, все виды инъекций, которые они должны освоить. Вы скажете, ну как же так, это же практические, виртуальные. Ну, естественно, речь идет не о том, чтобы они делали непосредственно эти инъекции, но, как вы понимаете, когнитивный компонент, выучить последовательность действий, а их там действительно достаточно много, попробуйте проговорить 25 разных действий, открыть ампулу, проверить, обработать и так далее. Это все непросто запомнить с первого раза, и виртуальные технологии нам помогают в этом. Поэтому мы считаем, что внедрение виртуального тренинга в программы среднего профессионального образования это очень важная для нас задача, и, естественно, мы будем работать в этом направлении. Еще мне хотелось сказать о том, что коллеги из Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова создали и провели уникальный эксперимент. Они предложили на факультативе изучить второкурсникам программу третьего курса. Там были и взлеты, и падения. Об этом тоже расскажут представители университета подробнее, как это все было. Но в любом случае мы поняли, что комбинирование виртуальных методик с традиционными симуляционными и традиционными клиническими методиками у постели больного это очень перспективно, и мы думаем, что над этим тоже нужно работать и тоже нужно внедрять это в практику. Наконец, красной нитью через все наше мероприятие проходят вопросы применения систем искусственного интеллекта. Началась программа с замечательного мастер-класса по практике применения искусственного интеллекта. А сразу за данным заседанием будет еще и дискуссионная сессия. Поскольку я являюсь модератором, то пользуюсь возможностью здесь на трибуне, приглашаю вас всех обязательно на нашу дискуссионную секцию послушать. Думаю, что это будет интересно. И это, конечно, тоже очень важное направление нашей деятельности. Наконец, исследования. Здесь и гранты, и материалы, которые публикуются, печатные, и научно-практические исследования. Но в любом случае, чем наше исследование прекрасно, это тем, что это не какие-то теоретические измышления или расчеты, а это практика. Поэтому если будет практика, то будут и результаты, которые можно исследовать, изучать и анализировать. На этом я хотел бы поблагодарить вас за внимание и еще раз приглашаю вас принять участие в обсуждении резолюции нашего съезда. Спасибо. Спасибо большое, Максим Дмитриевич. Ну и теперь я хочу предоставить уже многократно анонсированный доклад Александра Александровича Андреенко по программе «Практическая подготовка по анастерологии и аниматологии с применением симуляционных технологий». Александр Александрович, вы все прекрасно знаете, он эксперт Росомеда по симуляционному обучению уже много-много лет, а не так давно перешел в практическое здравоохранение и сейчас работает заместителем главного врача Мариинской больницы в Санкт-Петербурге и уже на практике применяет, собственно, свои и образовательные, и медицинские симуляционные знания. Так что огромная ему благодарность за координацию в создании этой программы. Давайте ее заслушаем. Дорогие друзья, очень радостно видеть всех вновь, и как будто практически не было года, мы виделись буквально вчера. Это такая теплая атмосфера, она всегда создает такое прекрасное настроение, потому что здесь, я думаю, причина этого в том, что здесь собрались единомышленники и, по большому счету, не только коллеги, но и друзья. И я благодарю за возможность представить то, что мы сделали. Я хотел бы сразу сказать, что целью своего выступления я ставлю просто показать методологию создания данного документа, не погружая вас, поскольку здесь, естественно, не все анестезиологи, не погружая вас в особенности специальности, но то, как мы мыслили, какие задачи ставили, каким образом мы их решали. Ну, прежде всего, разработчиками явились два председателя двухпрофильных комитетов Федерации анестезиологов. Оба мы имеем большой опыт в образовательной деятельности, естественно, остаемся преподавателем высшей школы. Оба практикующие специалисты, эксперты по своим направлениям, авторы и соавторы различных рекомендаций методических разработок, то есть, естественно, опыт написания программы, каких-то документов, которые выносятся на федеральный уровень у нас был, поэтому мы позволили себе, так сказать, этим заняться. Помогали нам коллеги из различных профессиональных общественных организаций, которые здесь перечислены. Это представители многих вы знаете, естественно, ряд из них даже здесь присутствует. И это отрадно, потому что мы объединили всех, кто вовлечен в образовательный процесс с ординаторами-анестезиологами и, соответственно, имеют практический опыт. Несомненно, у нас меньше экспертов, чем обычно наши зарубежные коллеги привлекают к разработке подобных документов, но вполне эффективно мы поработали. Рецензентами выступили тоже ведущие специалисты, представители МИЦ и профильные кафедры, поэтому, в общем-то, все мы нормативно-облигатные шаги соблюли. Ну, теперь, собственно говоря, о том, как мы мыслили, почему мы это сделали, каким образом мы это сделали. Ну, несомненно, я еще раз хочу сказать, я не буду цитировать все, что на слайде, у нас уже, в общем-то, сложились все условия для того, чтобы эти документы появлялись, скажу кратко. Есть и нормативная база, есть и материальные ресурсы, есть и опыт, и методические основы, и так далее. И если вы помните о том, чтобы сделать программу, мы говорили уже несколько лет, и я, честно говоря, откаюсь, что мы не смогли сделать это раньше, но я рад, что мы это сделали хотя бы сейчас. Следующий момент. Еще в 2020 году, понимая, что это надо делать, мы проводили опрос, проводили такое многоцентровое исследование, выясняли мнение специалистов относительно симуляционного обучения в анестезиологии, специалисты, которые увлечены именно в образование. Да, и видите, уже тогда 85% респондентов нам сказали, что они, в принципе, согласны с тем, что нужна национальная программа, такая некая рабочая. Симуляционное обучение по нашей специальности, потому что мы опрашивали анестезиологов. И далее, собственно говоря, вы все знаете, наверное, я уверен в этом, что когда вы хотите поставить себе целью разработать какую-то программу, нужно сделать определенные шаги. Есть некие уже такие общепринятые алгоритмы действий, они вполне логичные, обоснованы, и мы им тоже пытались следовать, исследовали в своей работе, они здесь перечислены, нужно выявить проблемы и так далее. Мы пошли, немножечко более адаптировали это к нашим реалиям, и в начале работы задавались такие вопросы. Первое, вопрос, что мы хотим сделать, для кого? Целевая аудитория, это понятно, это наши ординаторы. Естественно, крайне важный вопрос, это определение результатов, конечных результатов обучения, что они должны сделать по окончании обучения, почему мы должны это учить с помощью симуляционных технологий обязательно, чему учим, каким образом, и критерии оценки. А дальше в конце, естественно, важно будет оценить результаты внедрения этой программы, если оно произойдет. Это чуть до следующего этапа развития нашего. Мы, несомненно, проанализировали международный опыт, несмотря на существующую обстановку, мы изучаем все, что происходит. И уже в 2014 году, я уже об этом говорил, наши канадские коллеги, наверное, впервые в мире сделали такой национальный какой-то учебный план по анестезиологии, они там зафиксировали некоторое количество сценариев, которые должны обязательно быть пройдены резидентами. В 2022 году был большой европейский обзор по обучению симуляционному резиденту в анестезиологии, который известные эксперты провели. И было выявлено, мы тоже в нем участвовали, отвечали за Российскую Федерацию по ситуации. И тоже 60% сказали, что хотели бы иметь доступ к детальной, более-менее программе. Тогда высокористичность симуляции изучалась, не только весь спектр оборудования симуляционной технологии. Мы посмотрели, когда начинали работать, параллельно изучили, что на сейчас. И вот мы имеем данные, пожалуй, такие самые не российские, самые такие объективные. Посмотрите, в 2024 году была опубликована статья как раз-таки не только о анализе ситуации симуляционного обучения по нашей специальности в европейском, но уже, собственно говоря, с практическими выводами. Таким образом, по сути, у нас был некоторый ориентир, который мы подтвердили, сопоставив полностью с нашим опытом. Скажу сразу, ничего нового мы в этой работе не увидели. Это отрадно, значит, мы идем в правильное направление, работаем тоже правильно. Это вполне логично. И второй момент. Отчасти какие-то моменты мы тоже учитывали, которые были разработаны нашими коллегами. Что сделали наши коллеги? Они не только определили, провели анализ ситуации, они консенсусно экспертным сообществом определили 10 таких специфичных доменов, которые обязательно должны обучаться, по которым областей специальности, скажем так, в которых симуляционное обучение должно быть обязательным. Смотрите, это был вводный курс, определенный раздел анестезиологии, где наши коллеги сочли крайне важный использование симуляции. Для каждого домена был разработан типовой план, собственно говоря, учебные цели, конечные результаты, технологии, которые должны применяться. То есть обычная методическая разработка. И крайне важно, что все эксперты сошлись на том, что крайне необходимо участие местных национальных лидеров, каких-то там лидеров общественного мнения, структур, обладающих правом принять какие-то административные решения, для того, чтобы эти программы реализовывались. То есть это вечная проблема. Воля административная, ресурсы финансовые и эксперты, которые готовы это делать. И вот здесь я специально сделал этот слайд, такой интересный термин – симуляционная зона. Смотрите, это те разделы, в любой специальности можно выделить разделы практических навыков, где без симуляции крайне сложно дать уверенные навыки обучающимся, потому что либо ситуации, при которых эти навыки развиваются крайне редки, соответственно, пережить реальный клинический опыт специалист не может, либо эти ситуации являются ситуацией на так называемых высоких ставок, что мы не можем их искусственно создавать, потому что это неэтично. Применительно к анестезиологии – это какие-то критические осложнения. Вы же не будете в операционной симулировать угрожающее жизни состояние, чтобы посмотреть, как ваш ординатор работает. Это просто недопустимо с позиции этики. Поэтому в каждой специальности эта симуляционная зона есть, и по сути эти 10 доменов как раз и оказались в этой симуляционной зоне, где симуляционные тренинги крайне востребованы должны быть. И вот на примере, не погружая вас в анестезиологию, но просто логика действий наших коллег, логика, которую мы тоже сопоставляли наше мнение с теми результатами, которые дали наши европейские коллеги. Посмотрите, эксперты в результате совместной работы выделили те 10 процедур и сценариев, при которых обязательно использовать симуляцию. Ничего нового мы здесь не увидели, все абсолютно то же самое. Это и манипуляции, которые в принципе уже вошли в рутину обучения с помощью симуляции у нас, ну и типовые сценарии, которые отрабатываются с помощью высокоэрористичной симуляции. Хочу подчеркнуть, что, собственно говоря, обращение к этой работе, наиболее свежей, такой полноценной, являлось не таким краеугольным камнем, а не таким каким-то флагом, на отношении которого мы ориентирулись. Просто мы проверили себя, что называется. Мы убедились, что мы движемся в одном направлении, и в принципе логика здесь понятна. Ну, собственно говоря, какие этапы мы прошли при разработке этой программы? По сути, мы, естественно, проанализировали профстандарт, компетенции в профстандарте, мы проанализировали наши образовательные программы, мы уже в 2020 году знали оснащенность материальную базу, существующую для обучения по нашей специальности. Она, в общем-то, была подготовлена под систему первичной специализированной аккредитации, поэтому она есть. Мы, естественно, проанализировали ситуацию с применением симуляционных технологий сейчас, которые есть. Мы определили потребности, несомненно, мы сэкономили немножко времени, мы полномерно не использовали метод Delphi, потому что той рабочая группа, которая была, вполне консенсусно работала и без каких-то таких процедур значимых. Почему? Потому что, во-первых, это уже сделано было за нас, и нет необходимости повторять что-то заново. Во-вторых, хотелось, чтобы программа была сделана в установленные сроки без утраты качества. Далее, соответственно, в перспективе у нас что? Это взаимодействие с Минздравом и соотнесение программы с нормативной правовой базой. Но я хочу сразу сказать, если вы знаете стандарт по анестезиологии, там в настоящий момент времени даже часы по симуляции вообще выведены за пределы. Поэтому мы в рамках практической подготовки можем использовать по желанию при решении вуза любое количество часов для того, чтобы обучать с помощью этих технологий. Мы здесь уже не лимитированы. И, естественно, хотелось бы консенсусно затем определить, в последнее время после нашего мероприятия, те вузы, которые хотели бы эту программу начать, пробуют реализовывать. Наверное, реальнее это будет, конечно, с 2025 года, но если кто-то успеет с этого учебного года, еще не поздно, то, в принципе, тоже неплохо. И потом провести анализ результатов применения программы, методологию анализа результатов применения программы. Я думаю, мы в процессе ее реализации можем разработать совместно, для того, чтобы были какие-то, что называется, метрики, позволяющие судить, насколько она эффективна и так далее. Ну, кратко по сути программы. Опять-таки я просто демонстрирую логику разработчиков и логику создания такого документа. Она может быть реализована для любой специальности, где вообще симуляционные технологии применимы. Первое, естественно, зачем мы эту программу делаем? Уже есть программы вузовские, где есть лекции, семинары и прочее. Симуляционное обучение – это обучение практике. Поэтому мы поставили задачу обеспечения высокого уровня практической подготовки анестезиологов, обеспечения качества безопасности и помощи, потому что практическая подготовка анестезиолога обеспечивает, собственно говоря, безопасность пациента в нашей конкретной специальности. Далее. Задержка не вышла, извините. Не перегружаю вас, я выделил только специальность сразу, все задачи изучения программы сбросил на один слайд, для того, чтобы сделать акценты на том, что приобретается именно с помощью симуляции. Я выделил это шрифтом. Это, естественно, безопасное выполнение манипуляций, особенно с учетом современного внедрения УЗИ технологий в нашу специальность. Второй момент. Формирование клинического мышления и совершенствование навыков проведения обследования пациентов, в том числе, опять-таки, с применением прикроватного УЗИ, потому что в нашей специальности сейчас прорыв, и это очень важно обучать с молодых ногтей, что называется, наших специалистов. И шестой, седьмой пункт, который реализуется практически только с помощью высокоэрористичной симуляции, не в ущерб и не вопреки клинической работе с реальными пациентами, но готовит к работе с реальными пациентами, именно реализация в симуляционных центрах, формирование базовых компетенций, мысли действовать и так далее. Неэтично, повторюсь еще раз, генерировать опрос обучающихся. Я думаю, ваш клинический опыт позволяет четко сказать, что некоторые специалисты, даже работая с практикующими врачами в рамках программы ДПО, мы задаем вопрос, у вас стаж 20 лет, у вас высшая категория панестезиолога, вы хоть раз анафилактический шок видели? Нет. Как может действовать врач эффективно, если он ни разу не видел это состояние? И когда оно разовьется, какова вероятность того, что он отработает в соответствии с алгоритмом, быстро, безопасно и купирует эту ситуацию? А в идеале даже спрогнозирует ее, не допустит. И по многим другим ситуациям осложнения возникают крайне редко. Это плюс нашей специальности, но это и минус, и наше слабое звено, потому что редкие ситуации делают нас неготовыми к работе при их развитии, потому что они бывают редко. Прошу прощения. Требования к результатам. Вот это важный аспект, я призываю всех обратить на него внимание, если вы будете увлекаться в работу над такими документами. Нужно соотнести то, что мы будем делать с помощью симуляционного обучения. То есть нужно выделять те компетенции, те навыки, которые можно приобрести с помощью симуляционных технологий, но которые соотносятся, вычленять их из профстандарта, из порядков показания помощи, из образовательного стандарта. Естественно, не все навыки, компетенции, не все трудовые функции могут быть отработаны с помощью симуляции. Такие разделы профстандартов, как профилактическая работа, где там много беседы, анализ деятельности, они никакого отношения к симуляционному обучению не имеют. Поэтому нужно выбирать те компетенции, которые можно с помощью симуляции отработать. Я специально это выделил. Основные типы занятий. Понятно, что для разных специальностей они будут немножко отличаться, но по сути все равно это мануальные навыки, коммуникация, комплексные процедурные навыки, где уже оборудование посложнее. Это клиническое мышление, командная работа. Несомненно, несомненно, это использование то, что мы говорили, различных виртуальных технологий, как мост от ранее известного семинарского занятия, как способ подготовки к практическому занятию в сим-центре, как соформирование когнитивных моделей действий. Это абсолютно точно найдет свое приложение, поэтому я здесь на слайде просто не указал. Поэтому это типы занятий, которые в эту программу встроены. Акцент мы сделали, несомненно, на нетехнических навыках анестезиолога, несмотря на то, что термин применим к нетехническим навыкам анестезиолога, так называемые мягкие навыки. Но эти навыки должны быть у всех специалистов, работающих в критической медицине, да и просто у многих специальностей за пределами анестезиолога. Даже посмотрите, любой врач всегда решает эти задачи. Это и осмысление ситуации, и принятие решений, и работа со специалистами в команде взаимодействия. По сути, я бы назвал это не технические навыки врача. Здесь не только анестезиологи должны им обладать. И это тоже область, которой в обычной форме обучения сложно обучить, не всегда получается. Ну и кратко просто, чтобы вы понимали, каким образом выглядит эта программа. Она разбита по курсам, по логике, естественно. Естественно, эти программы должны соотноситься с темпом преподавания и динамикой усложнения, и углубления в разные специализации тем, которые идут по основной программе. Но это даже не обсуждается. Все должно быть в синхроне, естественно, потому что это часть образовательной программы подготовки в ординатуре. Это не самостоятельная единица какая-то методическая. Поэтому, несомненно, наша принципиальная позиция должен быть вводный базовый курс, где готовят к контакту с реальным пациентом ординатора. На многих кафедрах практикуется начитывание первичного теоретического курса, введение в специальность. Вот это все должно сопровождаться и работой в симуляционном центре. Итогом должен быть зачет на допуск к пациентам. Это принципиальная наша позиция. Далее, это, естественно, уже, видите, идет базовый курс применения УЗИ технологии в анестезиологии. Далее, типовые критические ситуации. Мы готовим уже к третьему месяцу. Мы хотим, чтобы этот курс был проведен, потому что они идут в операционную, в реанимацию, и они могут столкнуться уже с ними и должны иметь базовое понимание. Я вам могу сказать по опыту, как это не прискорбно для практикующих врачей, что ординатор первого курса, прошедший тренинг, приходящий в операционный и встречающийся с развитием осложнений, надо действовать эффективнее, чем врач высшей категории. И он подсказывает, что делать. Это не является предметом гордости, на мой взгляд, такая ситуация, но она показывает, что это обучение работает эффективно. Далее, основы респираторной поддержки, наши специфические вопросы. На втором семестре идет некоторое углубление, продолжение синхронно-сообразовательной программы по приобретению навыков. Обратите внимание, опять повторяются критические ситуации. Наша принципиальная позиция. Каждые полгода тренинг должен повторяться. Причем на первый раз это был зачет, сейчас без зачета просто возобновление знаний, чтобы эти знания были актуальны и когнитивные модели в голове сохранялись. До полугода есть надежда, что они работают. Далее, практическая часть экзамена в формате ОСКИ за первый курс. Там может быть до 10 станций, ВУЗ решает сам. Средства оценки в программе приведены, вы можете разрабатывать свои. Но задача состоит в том, чтобы все те навыки, которые преподавались с помощью симуляционной технологии, были на экзамене тоже оценены. На втором курсе идет углубление. Видите, уже УЗИ технологии при определенных манипуляциях и при оценке состояния пациента в интенсивной терапии, специализированные протоколы и так далее. Сейчас для нас это очень актуально. Мы хотим, чтобы это обучение вышло на системный уровень, уже на базе ординатуры. Они потом учились практикующие врачи, ездили по различным тренингам, мастер-классам, за немалые деньги и учились уже у экспертов. Далее, анестезия в специализированных разделах. Это уже симуляция высококористичная. И опять кризисы. И четвертый семестр. Вновь кризис. И здесь уже ординаторы готовы к командным и междисциплинарным тренингам. Это самая сложная часть обучения, потому что она требует привлечения смежных специалистов. А раз уже было сказано, что анестезиологи впереди всех, значит остальные чуть-чуть отстают, и взаимодействие с ними сложнее. Но это надо тоже делать. Это очень важно, потому что командное взаимодействие это ахиллесовое питание наших специалистов. Нигде этому не учат. Только в рамках смоделированных ситуаций можно увидеть, почему что-то не работает, когда все вроде бы компетентные люди, но результат не достигается. Ну и практическая часть государственной итоговой аттестации формации ОСКИ. То есть тоже до 10 станций. Я их здесь специально текстно перечислил. Как пример, часть из этих станций есть первичная специализированная аккредитация, но мы всегда сторонники того, что в ВУЗах должно быть станций больше, а охват оцениваемых навык должен быть выше. Но это на решение ВУЗа. Мы, так сказать, агрессивно пропагандируем позицию максимально полного представления оцениваемых навыков на этапе практической части экзамена. Это очень важно. Ну и в заключение хотел бы сказать, что мы видим среди своих задач. Ну, есть желание, конечно, предложить эту программу начать реализовывать. Я, естественно, готов услышать и понимаю массу аргументов такого рода, что у нас огромные группы ординаторов, а чтобы эффективно работать в симуляционном центре, ну, максимум должна зайти на занятия группа 10, может быть, 15 человек учебная, чтобы было как-то эффективно и так далее, что у нас не хватает фантомов и так далее. Это все так, коллеги. Но, с другой стороны, наша задача готовить врачей с достойным уровнем практических навыков. То, что вузы в ряде случаев по разным мотивам набирают в ординатуру огромное количество ординаторов в соответствующем качественном обучении, это ответственность вузов. Наша задача дать вам металлический инструмент для того, чтобы вы готовили при своем желании качественно тех, кого вы обучаете. Следующий важный момент. Это все-таки в перспективе мы надеемся, что мы осилим, сделаем мультимедийное руководство для преподавателей по симуляционному обучению в анестезиологии. Это большая работа. Сейчас мы пока только к ней присматриваемся, потому что это трудозатратно. А с учетом того, что мы все с вами занимаемся еще раз решением ряда других задач, это будет непросто. Ну и приглашаем коллег подумать о том, что пришло время, наверное, сделать такие программы для других специальностей, что опять-таки преподавателям, которые хотят и готовы заниматься этим, дать готовый инструмент для того, чтобы они могли воспользоваться в реальной своей образовательной деятельности, не выдумывать ничего, а следовать четко логической структуре документа. И это облегчит им работу. И мне кажется, что это вполне реально. Если кто-то захочет этим заниматься, и у кого-то будут вопросы по практической реализации, всегда готовы, так сказать, подсказать логику действий, каким образом это делать и так далее. Здесь больших сложностей не вижу. Я здесь перечислю только специальности, которые на вскидку сразу точно это можно сделать. Это и хирургия, и кардиология, и акушерственная. Я думаю, что Максим Ильич Павлович сказал, 100 специальностей. Понятно, что не все применимы везде симуляционные технологии, но значительная доля из них, они точно применимы. И я глубоко убежден, что качество подготовки, практической подготовки, если мы системно будем это делать, а не так, как сейчас захотели, пошли всем в центр, что-то там поделали и так далее, оно однозначно возрастет. В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить за такую честь выступить на пленарном заседании. Еще раз сказать спасибо всем присутствующим за то, что мы с вами делаем вместе, и надеюсь, что мы будем двигаться вперед и делать много полезного для наших, прежде всего, пациентов, потому что мы работаем для того, чтобы учить будущих врачей, а будущие врачи должны лечить, в том числе и нас. Поэтому инстинкт самосохранения наш должен привести к тому, чтобы мы учили лучше. Спасибо большое. Я не знаю, как в формате. Мы без вопросов сейчас, надеюсь, да? Мы без вопросов, да. Спасибо. Самое главное, что... Ну вот последний, предпоследний, доблагодарю. Слайд был замечательный. Во-первых, я очень надеюсь, что эта программа будет полезна для всех, да, и найдет практическое применение, и что коллеги из других специальностей, из других обществ, обществ хирургов, акушеров-гинекологов, неонатологов, кардиологов и так далее, тоже будут энтузиастами, и вслед за анестезиологами начнут создавать подобные программы, а, соответственно, эксперты наши симуляционного обучения всегда в этом помогут. Ну, собственно, здесь присутствуют, я так понимаю, из разных профессий, из разных специальностей доктора, которые могут эту работу возглавить и организовать. И у нас есть еще протокольные моменты, поскольку это отчетный перевыборный съезд, как я уже сказал, у нас на сегодняшний день 48 региональных ячеек. На съезде по доверенности или лично присутствует 41 делегат, которые были выбраны от разных региональных ячеек. Некоторые, правда, еще проголосовали удаленно, но мы это тоже разрешили. Я хочу основные моменты зачитать, поскольку после того, как я зачитаю вот этот протокол и вопросы, которые решаются, которые были розданы делегатам заранее, мои ассистенты уже соберут заполненные бюллетени у делегатов. Но основные вопросы, поскольку, еще раз, отчетный перевыборный съезд, мы перевыбираем президента нашего общества и по единогласному решению правления и всех участников был выдвинут на переизбрание Валерий Алексеевич Кубышкин. Я надеюсь, что делегаты проголосуют так же. Так же перевыбирается правление. Я хочу зачитать, не буду без регалий, потому что это тогда очень долго зачитывать, все эти фамилии и имена отчества вам известны. Мы немножко расширили состав правления и зачитываю в алфавитном порядке. Абельска Ирина Степановна, Андреенко Александр Александрович, Бородина Мария Александровна, Буланов Роман Леонидович, Веревкин Анатолий Евгеньевич, Горох Ольга Владимировна, Горшков Максим Дмитриевич, Долгина Ирина Ивановна, Зарипова Зульфия Абдулова, Зимина Эльвира Витальевна, Капустина Юлия Вячеславовна, Киме Евгений Владимирович, Колыш Александр Львович, Кубышкин Валерий Алексеевич, Логвинов Юрий Иванович, Лопатин Захар Вадимович, Невская Нина Александровна, Потапов Максим Петрович, Праздников Эрик Нариманович, Рипа Евгений Германович, Свистунов Андрей Алексеевич, Танишина Елена Николаевна, Хматханова Елизавета Мухтаевна, Хаятова Зульфия Абазарбековна, Ходус Сергей Васильевич, Шубин Любовь Борисовна. Это состав правления, но, соответственно, делегаты как-то должны за него проголосовать, соответственно. У нас есть ревизионная комиссия, в которой два человека, Чернышов, Эдуард Викторович, Грибков, Денис Михайлович, и предложение, соответственно, вопрос по анализу работы общероссийской общественной организации Росомет признать работу удовлетворительной. Но, опять же, все зависит от того, как проголосуют делегаты. Я попрошу, я надеюсь, что бюллетени уже заполнены. Да, и у всех делегатов есть проект резолюции, за который мы сейчас тоже голосуем, но это проект резолюции. Как Максим Грибкович сказал, он опубликован на сайте Росомет. Каждый член Росомет может его прочитать, обсудить, внести свои предложения, и в окончательную резолюцию те предложения, которые будут отобраны, будут внесены. Я попрошу делегатов прямо вот поднять листочки вверх с бюллетенями, а наши ассистенты пройдут и соберут их. Вот, а пока происходит это, я хочу традиционно некое организационное объявление сделать, деку-навигацию по площадке. Значит, что у нас будет происходить в ближайшие два дня, смотрите на экран. Оба дня, соответственно, конференция проходит на этой площадке, на площадке цифрового делового пространства. Вы видите, какие основные темы будут затронуты во время секционных и пленарных заседаний, я их не буду зачитывать, они есть у вас в программе. Выставка у нас достаточно большая и презентативная. Много и отечественных производителей, и дистрибьюторов зарубежного оборудования. Она расположена и на первом, и на втором этаже. Приглашаю вас за эти два дня ее активно посещать. Также уже, по-моему, третий год у нас будет проходить СИМТОП, симуляции, менеджмент, техническое обслуживание и поддержка. Это для инженеров, лаборантов, программистов, которые работают в симуляционных центрах ваших, для того, чтобы им было понятнее и удобнее работать в этих ваших центрах. Там будут проводить секционные заседания ведущие инженеры, ведущих, соответственно, производителей, дистрибьюторов различного оборудования. У нас продолжается конкурс лаборатории симуляций. И было принято в оргкомитетом 20 заявок. И в большом зале, собственно, в этом зале, завтра в 14.00 будет происходить награждение. Здесь, как и все прошлые годы, мобильные приложения. Если у кого-то осталось оно за прошлый год, то его нужно сбросить, удалить и скачать новое. Оно есть для Apple, оно есть в App Store, для Android, оно есть в Rue Store. и там как бы все ответы на ваши вопросы и все, что вы будете делать за эти два дня. Там есть и навигация по залам, там есть и чаты, там есть и голосования различные, потому что на разных секциях будут голосования. Там есть расписание, программа, прочее, прочее, прочее. Скачайте его, вам будет удобнее. Проходит у нас первый раз, мы решили попробовать сим-квест. Это некая интерактивная игра для участников, которая направлена на вовлечение в симуляционное обучение через игру. Правила на этом слайде, они также есть в приложении, там отдельная иконка есть. И, значит, по правилам нужно пройти пять станций, выполнить определенные задания. Станции расположены, они указаны в зоне выставки. И те организации, максимальное число участников из этих организаций, которые пройдут этот квест, на завтрашнем заключительном пленарном заседании также получат ценные призы. Проходит, как я уже говорил, конкурс инноваций. В этом году шесть участников, откуда они написаны на слайде. Пожалуйста, я всегда обращаюсь, что люди старались, старались для вас. Кроме того, они также всегда получают ценные призы по итогам вашего голосования. Проголосовать можно только в приложении. Поэтому, еще раз говорю, скачайте приложение, там можете голосовать. Участники стоят справа у этого выхода из зала. На протяжении двух дней, пожалуйста, подойдите и послушайте, посмотрите, какие изобретения для вас они сделали. Ну и навигации на площадке. Вот здесь схема двух залов. Опять же, она есть в приложении. Везде стоят таблички. Внимательно их читайте. Как пройти в один зал, как пройти в другой зал. Самое главное, стоят таблички, как пройти в зону ланча и кофе-брейков. Значит, вот здесь, вот у этого выхода, который вот слева от меня, сзади от вас. Если вы из него выходите, то слева будут перилы, перила железные. И вот за них заходите. Где в прошлом году была выставка, там сейчас еда. Вот. Может, так проще будет, да. Не потеряйтесь. И в завершении сегодняшнего дня в 18.03, начиная с 18.30, пройдет галла-ужин. Там для вас будет сюрприз. Ну, сюрприз прямо лично от меня. Там будет один артист, которого я очень люблю. и решил, что, как бы, если я его люблю, то и вы, наверное, его полюбите. Так, да. Ну, короче, все, больше я про него ничего говорить не буду. Все оставайтесь на галлу-ужин. Послушайте. Я думаю, что вам будет интересно. Все. С организационными моментами мы закончили. И я хочу предоставить слово опять уже по традиции. Мы приглашаем известных спикеров, вот. И сегодня мы с удовольствием пригласили Анатолия Шаульского, университет ИТМО, врач-психотерапевт, психотерапевт, бизнес-тренер, автор книг из города Санкт-Петербурга. Почему не выстреливает хорошее обучение подводные камни внедрения? Аплодисменты, пожалуйста, и послушайте. И вот так. Надеюсь, что меня слышно. Коллеги, добрый день. Для меня большая честь и удовольствие здесь выступать. И, знаете, слушая предыдущих спикеров, я проникся разными чувствами. С одной стороны радостью, с другой стороны черной зависти к тем студентам, которые учатся сейчас, вспоминая свое обучение, что вот этого всего уже, к сожалению, на своем опыте не испытать. Но то, о чем я буду говорить в течение, наверное, не более 20 минут, это такой, знаете, немножко взгляд информированного пессимиста о том, почему иногда действительно какие-то очень здравые, очень качественные, очень хорошие идеи, они, ну вот образно говоря, не взлетают или не выстреливают. Какие могут быть подводные камни? Большое спасибо Александру Александровичу. Он уже немножко описал совершенно такие важные и, ну, объективные вещи, почему и как не получается иногда и часто внедрять обучение, симуляционное обучение, нехватка специалистов и так далее. Но я предложу посмотреть на это немножко с такой внутренней, психологической стороны. Два слова я себе скажу. Спасибо большое за представление. Да, я врач-психотерапевт, психиатр по первому образованию. В моей жизни некоторое время сосуществовала медицина и работа в обучении, в образовании. Ну, в общем, обучение победило. И сейчас я в клинической практике не имею, но работаю как бизнес-тренер, коуч, преподаю в университете Витьмо. Да, несколько книг с моим авторством и этот процесс продолжается. Одна из них это по ведению тренинга и созданию тренингов, как раз тоже по сути своей симуляционные методики. И вторая это ремесло руководителя в картинках и алгоритмах, потому что основные мои клиенты и участники обучения это руководители, в том числе руководители клиник в Санкт-Петербурге и в Москве чаще всего. И давайте быстро таким обзором маршрут вот на эти 20 минут, о чем хотелось бы поговорить. Первое это причины в кавычках необучаемости специалистов. Вот те самые внутренние причины, почему это иногда может не получаться. Дальше известный, я уверен вам всем, цикл обучения взрослых, то, на чем стоим, как говорится, андрогогика, цикл колба и вот как он реализуется уже в процессе внедрения. Или может быть он не реализуется и поэтому получается не все. Далее небольшой такой инструментальный фрагмент это модель убеждающего интервью, как все-таки, понимая все эти сложности, продвигать идею в массы и сеять разумное, доброе, вечное и, главное, работающее. Ну и в финале советы Дона Хуана, если кто-то когда-то читал книги Карлоса Кастанеды, некоторые вещи оттуда, но удивление, они созвучные, их можно использовать и весьма практичные. И так предлагаю двигаться. Почему отличные готовые решения, которые на блюде как будто бы мы готовы принести, они могут нравиться не всем. Вообще, коллеги, я, конечно, не очень здорово отсюда всех вижу, но тем не менее махните рукой, у кого был когда-нибудь опыт такой, что вы принесли с собой некую инновацию и встретили не самый восторженный прием у умных, достойных людей, специалистов. Вот некоторые руки вижу, спасибо, две руки, огромное спасибо. И давайте посмотрим действительно, почему же так. Ну, вот картинка, я думаю, такая весьма говорящая, некие нейронные связи. Есть такая поговорка, что привычка вторая натура. Но в действительности все мы знаем из физиологии о том, что любая привычка, начиная с моторной, это не только вторая натура, это устойчивые накатанные нейронные связи, по которым пробегал импульс и пробегает уже много-много раз, с них действительно очень тяжело свернуть. И если мы говорим о том, что мы хотим кого-то чему-то обучить, чтобы человек изменил свое поведение, стал что-то делать по-новому, важно понимать, что мы хотим, чтобы он создал новые нейронные связи, чтобы совершенно иным способом функционировала его физиология, скажем так, высшей нервной деятельности. И кстати, я хочу предложить вам небольшой эксперимент. Вот освободите, пожалуйста, на секундочку руки, чтобы это так стало очевидно. Те, кто хочет, конечно, в этом эксперименте, если не заняты вы сейчас смартфонами, поставьте перед собой и быстро, не думая, просто сомкните их в замок. Заметьте, палец какой руки у вас сверху? Ну вот у кого-то левый, у кого-то правый, просто заметьте какой. А теперь быстрым движением разомкните и сомкните заново, чтобы сверху оказался палец с другой руки. Махните рукой те, у кого получилось, вытренированные люди. Обратите внимание на собственное ощущение, но даже если получилось простое движение, но есть же дискомфорт некоторый, но что-то ведь не так, что-то не очень здорово. Есть еще более сложный эксперимент, это сложить вот так вот руки, заметив, какая рука сверху, и теперь попробуйте сложить их по-другому. Не очень легко, да, вот уже что-то происходит с нами. и, собственно, вот эта сложность вполне объективная, поэтому говорить о том, что любая новая прекрасная идея, любое новое обучение, оно всегда имеет все шансы, неверно, потому что этому противостоит наша внутренняя очень устойчивая система. Постоянство залог выживания любой системы, даже самый неэффективный, самый, может быть, кривой, какой-то не очень правильный, а новизна любая расценивается как угроза. Вот как будто бы все время что-то нам предлагают сделать не так. Вот здесь видите мужчину такого седовласого читающего газету «Копейский рабочий». Это некая метафора, которую я хочу предложить. Ну да, по-моему, он похож на Ричарда Гира. К тому, как мы воспринимаем изменения. Мы часто уверены, каждый из вас, если не газету, мы читаем новости, зачем-то узнаем прогноз погоды. Наверняка сегодня кто-нибудь посмотрел, будет ли дождик или нет. Зачем мы это делаем? Дело в том, что наша информированность о том, что будет, о том, что будет уже сегодня, о том, что будет завтра, она очень сильно влияет не только на наше восприятие, психологическую часть, но и даже на нашу физиологию. Вот есть масса, я уверен, вы знаете сами, различных высокогуманных опытов над животными, там, где крыс помещали в виду, крыски находились в двух клетках, где по полу проводился электрический ток, периодически они получали разряды, дискомфортная ситуация, стресс. Но разница вот этих двух клеток была в том, что в одной просто возникали разряды, а в другой непосредственно перед разрядом, а, да, и там был разряд слабее, в другой клетке был разряд сильнее, но непосредственно перед разрядом загоралась лампочка, и крысы знали, что сейчас поступит удар, клетки были соединены коридором. Как вы думаете, через какое-то время в какое из них собрались большинство животных, то есть не большинство, а все? Там, где били током сильнее, но перед этим загоралась лампочка. О чем это говорит? Это говорит о том, что, ну, такой смелый, конечно, вывод, но он подтверждается физиологически, о том, что информированность наша, способность прогнозировать то, как будет развиваться ситуация, влияет на адаптационные возможности организма. То есть легче пережить даже более сильный удар током, нежели если мы будем знать о том, что он сейчас возникнет. И опять же, вот за этим мы читаем новости и прогноз погоды с тем, чтобы понимать, что дальше. И опять, ситуация, когда вы приходите с некой идеей, с каким-то предложением, там много неизвестности. Вы угрожаете, желая, на самом деле, добра, тем, кто уже давно делает так, как ему привычно. Давайте по-другому. Ну, такая юмористическая немножко картинка. Есть такой даже анекдот, что, мол, как это вылезти из ямы, что это значит? Мы уже сюда интернет провели и обои поклеили. Очень часто люди, сталкивающиеся в своей жизни, мы все с вами сталкиваемся с какими-то сложностями, мы героически преодолеваем эти сложности. Не всегда мы смотрим сверху. И вот вы, как носители того самого правильного знания, которые знают, как сделать, чтобы не было плохо, можете очень часто столкнуться с тем, что есть люди, которые героически идут, образно говоря, по граблям, получают удары много раз, напрягаются, в лучшем случае надевают каску, а они вооружены против грабель, которые прилетают им в голову, но не очень заинтересованы и не очень понимают идею о том, что можно по граблям не ходить. И вот это тоже такой внутренний серьезный, скажем так, барьер. Внимание наше очень легко направляется на борьбу с проблемой. Не на то, чтобы ее исключить, не на то, чтобы как-то изменить ситуацию, а на то, чтобы героически противостоять. Ну и представьте человека, который всю жизнь свою профессиональную этому посвятил, у него много чего получается, но и вы предлагаете ему от этого отказаться. Ну это сложно. Далее, ну тоже такая известная картинка, человек, который бежит к своей мечте, и вот кто его может тормозить. Я маленькую иллюстрацию из своей жизни приведу. Моя жена часто задается вопросом о том, что ну может как-то похудеть, вот там сбросить вес, что-то, она с собой бывает недовольна в зеркале. Как вы думаете, кто ей мешает больше всего в этом? Не я. Дети. Потому что они подходят, каждый день обнимают и говорят мама мягкая. И это любовь, и это прекрасно, но это совершенно точно барьер к тому, чтобы измениться. Любая среда, то, что мы выстроили вокруг себя, она поддерживает нас в том состоянии, в котором мы есть. Опять же, на примере физиологии мы все это знаем, любое изменение балансируется в организме чем-то другим, одно напряжение другим напряжением. И среда будет поддерживать любую превосклицательных знака, даже самую неэффективную систему, а вы хотите эту систему нарушить, поэтому опять же вы источник опасности. Вот такая прекрасная фотография, я тоже думаю вы видели ее. это процесс чего, как вы думаете, что происходит там? Обучение, конечно, высокогуманного и очень важного и полезного. И вообще в русском языке слово учиться семантически близко к слову проучить, поэтому человек, который приносит какую-то идею и себя предлагает в качестве, что я вас сейчас научу, да, а ты кто? И почему ты хочешь научить меня? Это, в общем, часто воспринимается действительно как угроза. Хотите учиться? Ну, не все и не всегда, особенно пометуя вот этот опыт, да, о том, что доброжелательный ментор, да, с палкой, вот он явно способствует качественному выучиванию уроков. И, да, обучение для многих это угроза самооценки и самолюбия. Я пошел учиться, я, это знак равно, я расписался в какой-то, ну, чуть ли не профнепригодности. Едем дальше. Ну, вот двое на этой карикатуре уважаемых, да, и всем известных, я уверен, художников, Дали и Пикассо. И вот они смотрят на один и тот же предмет и каждый видит его по-разному. Не буду слишком глубоко в психологию, физиологию восприятия, но, да, действительно, мы видим мир не объективно, а исключительно через свою систему призм. И когда вы сталкиваетесь с этим, да, что вы пришли обучать уже состоявшихся экспертов, да у них уже картинка сложилась, они уже видят, вот как на этой иллюстрации это яйцо, один видит его стекающим, другой квадратным. И это не просто какая-то установка, это способ мышления, и вам придется с этим что-то делать. Ну, эффект тоннельного зрения, да, как вы знаете, например, при глаукоме, как бы не видя в стороны, так и здесь можно сказать, сказать, что вот эти художники, да, они не видят по-другому. Далее, смотрите, какая чудесная картинка, люди отдыхают. Махните рукой, кто хотел бы просто так отдохнуть или кто рад был бы поотдыхать. Ну, здесь нет таких, здесь все есть, некоторые есть, честные люди, спасибо большое. Опять же, очень простая вещь. Любое обучение это не отдых, это работа, это напряжение. Поэтому нормально, нормально, что люди не очень хотят учиться. Любая система стремится к экономии энергии. Не нужно тратить ее просто так, если и так все получается. Ну, вот тоже такой известный мем, да, с известным актером. Вот это выражение лица может быть вам тоже многим знакомо, когда опять вы приходите, оплодотворенные знаниями, умениями, и вы хотите что-то внедрить и предложить состоявшимся людям, экспертам, специалистам, и они воспринимают это как непрошенный совет. Они вас не звали. Вот персонально этот человек, он вас не звал, он вас не ждет. И прием может быть очень разным. Для любого обучения нужна мотивация, нужно понимание того, что мне это обучение нужно. Впихнуть насильно не получится. И хочу апеллировать к уже, я уверен, известному вам циклу Колба, Дэвида Колба, цикл обучения взрослых, который состоит из четырех элементов. Это приобретение опыта, это размышление над опытом или его анализ, рефлексия, далее создание выводов, потребление какой-то теории, дальше эксперимент, и получается опять новый опыт. Как вы думаете, вот в обычной ежедневной деятельности какой из этих фрагментов чаще всего западает? Почему люди, совершая неэффективное, не стремятся его изменять? Чего им не хватает? Почему не учатся на опыте, а идут по граблям, и опыт накапливается в виде шишек? Какого не хватает? Ну, подскажу немножко, очень часто не хватает анализа, не хватает возможности отвлечься, выйти из потока своей деятельности, посмотреть со стороны и увидеть свою неэффективность, а более того, внимание не направлено на это. Рефлексия или такое психологическое уже окрашенное слово осознанность, как умение заметить, как я делаю то, что я делаю, увидеть свой процесс, увидеть свою неэффективность. Вот это часто тайна за семью печатями, которая кажется потрясающим, но невозможно, глядя со стороны, как будто бы не видеть своей эффективности. Можно. Находясь внутри процесса, можно, потому что тогда наше внимание слито с процессом. И вот задача наша, когда мы что-то предлагаем, когда мы хотим двинуть людей к обучению, переключить их внимание, потому что это слово осознанность психологическая, по сути, это перенаправление внимания на внутренние процессы или на внешние, но на свою деятельность, на сам процесс работы. Как я это делаю? Эксперимент. На секундочку замрите, как в море волнуется раз, в той позе, в которой вы находитесь. Вот прямо сейчас, не меняйте ее. Чуть-чуть, вот несколько секунд, побудьте в ней. Раз, два, три. А теперь как бы мысленно просканируйте свое тело и махните рукой. Кому захотелось немножко изменить позу? Есть такие люди. Вот смотрите, вот так работает перенаправление внимания. Вы, может быть, сидели уже некоторое время, не очень удобно, но вы были слиты с процессом поглощения информации, вы не замечали это. Как только вы отстранились, вам стало заметно и некоторая мотивация на изменения возникла. И то, что я хочу вам предложить в качестве инструмента, чуть-чуть у меня времени еще есть, это очень простая схема, я уверен, я вообще говорю сегодня об очевидном с умными людьми, схема того, как можно поговорить о возможных изменениях, чтобы вот как раз все эти, по-моему, 8 или 9 штук различных сопротивлений сработали меньше. Перенаправить то самое внимание. Итак, модель убеждающего интервью, образно назовем его «Гордитесь, мечтайте, жалуйтесь». Первое, это, как ни трудно догадаться, «Гордитесь». Смотрите, когда мы приходим к любому нашему потенциальному обучающемуся, конечно же, мы видим со стороны и мы поэтому и приходим, что что-то у него неэффективно. И мы видим его ошибки. Но уже говорил я о том, что сам он их не видит. И начать очень хочется с того, чтобы показать, сказать, ну смотри же, но ведь можно же эту манипуляцию сделать вообще гораздо лучше, гораздо эффективнее. Ведь вот так и ты именно этого хочешь. Это твои результаты, это твой профессионализм. И эксперт может начать защищать себя. Он может начать говорить нам, да у меня, все в порядке. Мне вообще не нужно учиться, все окей. уже 30 лет я на своем рабочем месте, поступаю именно так и так далее. Поэтому то, чего бы я вам не желал, начинать с ошибок, с указания на ошибки, начинать с призыва к людям изменяться. Гораздо легче психологически воспринять, если ко мне подходят и говорят, расскажи, что у тебя хорошего. Расскажи мне, как ты вообще, что у тебя получается, расскажи о достижениях. И несколько примерных вопросов, это не догма, вы можете их сами составлять, но допустим, что у вас отлично получается, ну поделитесь опытом, да, говорите вы эксперту, что у вас вот прямо чудесно и замечательно. Как удается достигать этого, ну явно люди делают это не по мановению волшебной палочки, они прилагают усилия, ну проявите уважение к их труду, даже если вам сейчас кажется, что этот труд во многом ну такой, не очень эффективный. как справляетесь с трудностями, потому что точно совершенно они справляются с трудностями. И вот здесь, в этой части, гораздо больше шансов, что вас послушают. Это разговор о прошлом, то есть здесь, ну, сформулировано в настоящем, но по большому счету мы говорим об опыте, успешном опыте человека, что у него было что-то, он делал, у него получалось. Следующий, такой, следующий пункт, да, из прошлого, предлагаю перенестись в возможное будущее. И вот этот пункт называется мечтайте. Потому что любой думающий специалист, он все равно, хотя бы немножко, обязательно думает о том, а как было бы лучше, а что можно было бы сделать еще оптимальнее. И вот несколько вопросов такого плана. А чего бы вам хотелось, например, на вашем рабочем месте сейчас, или как вот это, то, что вы делаете, могло бы выглядеть, ну, в идеале, в оптимальном варианте, а вот если бы было все возможно. Или наоборот. Смотрите, вот вы сейчас справляетесь с трудностями, героически, у вас все получается, но, а если через пять лет посмотреть, вот вы каждый день будете так же справляться с этими трудностями. Здесь мы создаем второй полюс. Мы признали, да, заслуги нашего слушателя, собеседника, и мы немножечко потревожили его воображения, и предложили ему представить такую, ну, более благоприятную, более благополучную картинку. И вот здесь, в принципе, может быть, больше даже ничего и не нужно, потому что после этих двух полюсов сознание естественным образом возвращается в настоящее. Дескать, а сейчас-то что? В опыте у меня вот это, хотелось бы мне вот этого, но можно еще и подтолкнуть. И тогда третий элемент это жалуетесь, а что не устраивает сейчас? Вот то, с чего я предлагал не начинать, да, потому что это может быть воспринято в штыки. Что отнимает у вас силы и время? На что хотелось бы тратить меньше душевных, физических сил, действительно, времени? Что мешает? Знаете, есть такой маркетинговый термин боли, да, вот что болит, что свербит, что не дает чувствовать себя комфортно и получать удовольствие? И почему вы еще не в мечте? Ну вот мы только что поговорили о том, что как хотелось бы, ну так и что? И почему же еще пока вы не там? И вот таким образом, перемещаясь именно в этой последовательности, между этими, ну скажем так, тремя точками в сознании, прошлое, будущее, настоящее, с помощью такого, мне кажется, не очень хитрого инструмента, вы можете гораздо, ну, более существенно качнуть сознание ваших собеседников в сторону предлагаемых изменений и дальше уже, возвращаясь к циклу колба, вы совершили этап анализа, вот он, этап анализа был, мы проанализировали прошлое, подумали о будущем и спросили себя, а что же сейчас? И дальше автоматически приходят выводы. Вывод, ну, образно говоря, надо что-то делать. Ну и завершая последний слайд, да, тот самый совет Идона Хуана, этого мудрого индейца, я уж не знаю, настоящего или нет, он описывает во многом внедрение изменений, как мне кажется. И он говорит о том, что, говорил о том, что у воина есть четыре врага. Первый враг это страх. Ну, вспоминайте себя, когда вам приходилось делать что-то новое, всегда опасения, вдруг не получится, зачем это вообще делать, и какие-то риски существуют. Но если вы перешагиваете, когда вы перешагиваете этот страх, то вы получаете уверенность. Идон Хуан называет это силой. Вот ваша уверенность, это есть ваша сила. И дальше с этой силой вы начинаете какую-то новую практику, у вас получается лучше, 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 и вы видите, что вы идете правильным путем. И возникает следующий, сначала кажется, друг, а на самом деле тоже враг. Идон Хуан называет его ясность. Ясность, это когда я, что-то у меня удалось, и теперь мне все кристально ясно. Нужно только так, а не иначе. И я именно вот это свое знание буду нести как флаг и нести в массы. И вот этому как раз-таки могут сопротивляться все окружающие, все те, которые являются вашими адресатами. Поэтому от ясности важно переходить к своему собеседнику, мы уже говорили, прошлое, будущее, настоящее. И если это удается, ну, есть четвертый враг воина по Дону Хуану, это смерть. Здесь ничего нового для вас не скажу, но отнесся бы к этому метафорически. Смерть не как завершение жизни, а как то, что любое изменение нуждается во времени и нам важно успеть. Говоря о том, что мы хотим что-то внедрить, что-то изменить, кого-то чему-то научить, какую-то систему новую или старую модифицировать, то важно ну так немножко себя поторапливать и делать шаги ну так проактивно, не ждать, пока система созреет и сама запросит этого у вас. На этом позволю себе завершить. Буду рад, если вы захотите оставаться со мной на связи, вот и в презентациях будут связные координаты. Большое вам спасибо. Спасибо огромное. Жалко, что у нас регламент, сидели бы и слушали. Росомет сколько, 12 лет делает различные шаги. Ну, я надеюсь, что это уже сейчас меняет многое, да, надеюсь, и в будущем это еще сильнее изменит, ну, как минимум, нашу медицину. На этом мы пленарное заседание наше заканчиваем, первое пленарное заседание. Сейчас радостный момент, сейчас ланч, как я уже говорил, вот если в эту дверь выйти, да, то сразу за железными перилами проход в зал, там и будет ланч. Его не так легко найти, но там есть указатели, не потеряйтесь. и после ланча всех ждем в этом же зале на второе пленарное заседание, поскольку об искусственном интеллекте много говорим, то мы его выделили в отдельную секцию, никаких параллельных секций при этом не будет, всем ждем здесь, будет интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.